как и на всех границах огромная очередь из грузовиков и объедем сейчас и будем пытаться пройти первыми я думаю легковых машин здесь практически нет потому что по трассе вообще кроме грузовиков вообще никто не едет у мали нет выхода к морю вот и поэтому все перевозки везутся сенегала как нам рассказали в дакар приходит сюда уже перегружаются на грузовики и везутся в мали постоянный поток фур идет с продовольством со стройматериалами провода бензин все везут все что можно так выглядит приграничная зона сенегала и мали только распознать где именно приграничная зона а где сама граница вы не удалось местные без остановки проезжают под открытые шлагбаумы мы конечно же последовали за ними строение вдоль дороги ничем не напоминали пограничный переход поэтому чуть проехав миновали второй шлагбаум с моста увидели интересную картину жизни местного населения решили притормозить и поснимать принципе обычный бытовой момент стирка белья но все очень по-африкански колорит стирают в речке сушат на земле странно что не развешивают на деревьях и ситуация мы попали нелегально в мали потому что мы проехали границу короче за нами приехал полицейский со свистком и сказал что вы чё вообще обалдели что давайте быстро обратно вот так можно оказать оказаться нелегалом все мы прошли паспортный контроль сенегальский занял эту нас пять минут даже наверно меньше никакие помогала здесь не нужны граница очень friendly соответственно сейчас нас отправили в кастом сейчас мы оформим выезд вывоз техники и все и принципе как бы добро пожаловать в мали вот нас предупредили что сразу после моста с левой стороны будет иммигрейшн мали вот поэтому сказали типа не надо нам гнать ехать надо помедленнее таможни сейчас оказался перерыв с двух до трех и мы как раз не успели так что нам придется ждать но зато мы сейчас перекусим за это время потому что нам до отеля принципе 36 километров так много чем кафе вроде были яйца нам чуть отказались и готовить сейчас идем во вторую ну что все нам готовят яичницу сейчас заказали 9 из на троих хлеб чай единственная проблема у нас нет местных денег и соответственно будем рассчитывать на евро правда они об этом не знают такая загадка отгадайте что это за блюдо вот это яичница если вы думаете что яичница выглядит только так как на картинках в интернете вы ошибаетесь вот яичница по синегайски даже а может по-малийски откуда ты знаешь по-малийски синегайски тогда да в общем через два часа узнаем как помимо яичница мы все решили поэкспериментировать каким-то местным блюдом не знаю из чего но какая-то крупа с чем-то что это такое пока непонятно сейчас узнаю неизвестный ингредиент лежащий сверху оказался рыбой вот это настоящие африканские расценки мы поели на троих с чаем с яичницей со всеми делами это обошлось два с половиной доллара все формальности в сенегале мы прошли причем было очень интересно оформить вывоз мотоцикла мы прождали час просто для того чтобы взяли документ искали все можете ехать просто забрали бумаги искали езжайте никаких штабов ничего вот в речку пресекли все мы умолим раздаем детишкам значки которые мы ведем с собой на сувениры довольны мы тоже на самом деле нам очень повезло что в россии был саммит в сочи по содействию африканских стран и россии потому что это звезде встречают нас знают всех что такое россия вот так что это нам какой-то степень облегчило ситуацию на данный момент не знаю как там будет дальше всю границу мы прошли вот и нас отправили в таможню потому что находится через три километра и и самое что интересном дали номерки по которым мы будем проходить таможенное оформление и сейчас я вам покажу эти номерки вы только не падайте и не смейтесь такого мы еще не видели нигде там цифровая очередь это талончики а вот этот талончик вот талончик алексей видеть его номер попасть из сенегала в мали можно по двум программ перехода северному и южному мы по непонятным для нас причинам проложили маршрут через южный хотя обычно всегда интересуемся уместно где лучше пересекать границу в итоге мы оказались на раздобанной дороге где ездят только грузовики за весь путь мы встретили всего несколько легковых машин вдобавок всему именно к нашему прибытию образовалась огромная пробка из грузовиков их почему-то перестали пропускать через терминал и они забили буквально всю проезжую часть все бы ничего но особенность пересечения этой границы такова что после паспортного контроля который находится на физической границе нужно поехать и поставить отметку здание таможни который находится нескольких километрах от границы а потом уже вернуться чтобы показать эту отметку полицейским которые уже поставят свою отметку и выдадут окончательно разрешение на въезд в страну это все пыль получив отметку таможни мы с трудом пробрались через пропуск грузовиков обратно надо же было такому случиться чтобы именно в моей бумажке забыли поставить какую-то подпись вместо разрешения на выезд меня отправили заново в таможню в итоге я проехал через эту адскую пробку пять раз с каждым разом причем проезд сужался и наверное через какое-то время он полностью закрылся потому что грузовики все прибывали и прибывали к счастью мы успели покинуть границу до этого момента вот такой проезд границ как грузовики все заслоняют и вообще не проехать не пройти когда-то королевство мали было одним из богатейших регионов африки его университет тимбукту был самым популярным учебным заведением на континенте сейчас же эта страна где был субъектирован прецедент закрытия единственного государственного университета из-за недостатка студентов все въехали в город кинееда или как-то так он называется будем здесь искать гостиницу вроде нас есть на примете один мотель но у нас опять же проблема с деньгами поскольку оказалось что в мали такая же валюта как и в сенегале соответственно нет валютчиков на границе и поэтому мы не смогли ничего поменять мы чудом договорились чтобы у нас таможенники взяли в долларах за временный воз за оформление по саванна сейчас надо будет что-то с этим делать потому что теоретически бензин у нас есть конечно да бамака нам хватит а вот жильем проблемы потому что прошлой гостиницы отказались принимать доллары вообще ни в какую будем чем сейчас решать банк есть но я как бы не веришь на работает то что время уже 6 часов где-то здесь находится наш отель по вот он вы даже нечего наверное в общем в отеле отказываются брать валюту так что у нас временные сложности нарисовались неожиданно для нас банк сказали закрыт откроется в понедельник лучшем случае вот как то так каким-то трущобом вот надежде найти банк ну я не знаю конечно скорее все закрыт но как говорится других вариантов у нас нет и что через сто сорок метров будет банк ну чё нашел я банк ну банк короче закрыт замки висят вроде там есть значок что с карточки можно снять но от этого как говорится толку мало потому что все закрыто она поеду обратно в гостиницу может дима уже договорился у нас хотя бы разместят тут ладно без еды мы останемся это не страшно нас есть чё поесть сублиматы вот а вот жильем надо решить вопрос три комнаты пустых есть только сейчас через 15 минут будет темень посмотри солнце уже нет через три комнаты пустых есть пиво еди есть курица с рисом здесь куда ты сейчас поедешь ты мне приобретете я не приобретете ура ура сейчас нам объявится 3000 евро за придачу нет 3000 нам не надо сотрудники отеля позвонили боссу своему и он разрешил заселить нас за евро на территории оказывается есть кафешка бар но брат такой соломенный ну неважно там есть пиво так жизнь налаживается в гостинице у нас нет электричества сказали это временно поэтому в 9 часов вроде как дадут свет так что в принципе живем живем все нас заселили в общем три номера 91 евро сказали еще накормят и возможно даже поменяют еще 50 евро это хорошая новость для нас но это пока еще под вопросом это как босс и всегда с добро все в гостиницу дали электричество поставили на зарядку наши все приборы устройство гостиниц конечно такая прикольно верю так что этот номеров вот мой номер вот на комарник который здесь был штатный но я поставлю свой соответственно шкафчик вентилятор кондиционер тапочки телевизор вообще обалденно сейчас я еще единственное что чуть-чуть обработал светлое время от комаров баллон просто ураган как этот струя просто все надеюсь ни один москвит ни одно насекомое не выживет ваншум я не отправился тоже вместе с ними пришли мы в ресторан на ужин нам принесли такую штуковину для мытья рук сегодня нас на ужин курица в местном баре взяли курица по-малийски называется на вкус курица казалось такой уж как и на вид не впечатлило сижу я сейчас где-то в мали на стульчике на складном рядом стоит мотоцикл на который мы проехали почти 10 тысяч километров оказались в этой стране конечно немножко тревожно просто маличка это такая как бы не самая безопасная страна но как говорится уже раз поехали значит едем в общем евро нам не поменяли просто прочитали за гостиницу и за еду в евро наличка нас по итогу нет вообще ни копейки ну и значит без налички поедем будем ехать 80 экономит топлива у нас тут музон такой льется я не знаю слышите либо нет дискотека местная поэтому как-то непонятно все очень сюда все идут в этот бар за продолжение банкета с этой дискотеки поэтому не знаю не погубит ли нас это то что мы заселились именно в этот мотель и поехали по изначально запланированной схеме до бамага должны были выехать из кедугу и поехать в бамага мы решили вот пересечили границы ну об этом узнаем только завтра наверно доброе утро ночь прошла относительно спокойно вот мотоцикл целы мы тоже в итоге гостиница обошлась вместе с едой с пивом со всеми делами в сто сто сорок евро конечно вообще нем немало ну как говорится ничего не поделаешь номера получились по 30 евро остальное с нас взяли за еду очень нам надо проехать 440 километров вот на бензина у нас примерно где-то на 400 километров и есть вот просто деньги мы поменять не смогли так что будем ехать решать по обстановке ну а что сейчас позавтракаем на завтрак два батончика кешью и чаек осталось который вчера еще в гостинице залили но так и не выпили по дороге местные жители кстати вовсю используют там дрова очаги вот так делают чай вчера во время ужина решили выпить еще пиво еду нам готовили подавали в помещение отеля а вот за пеной надо было идти самостоятельно местный соломенный бар когда я туда ходил первый раз парк лока открывался и посетителей там не было вечером здесь было уже гораздо интереснее все наверное видели момент из кинофильмов когда белый заходит в бар где сидят только черные у меня получилось именно так я захожу внутрь и замираю в неожиданности от того что бар битком а посетители при виде меня замолкают все оборачиваются и смотрят на меня белый видимо большая редкость глубинке мали единственное фильмах еще и музыка стихала я медленными шагами дошел до барной стойки взял пиво и быстро инкорректировался оттуда да уж еще раз иди туда точно не захочешь едем со скоростью 70 километров в час такой скоростью расход у мотоцикла получается 3 3 3 5 литра на 100 километров в час это нам гарантированно дает возможность доехать до бумаг потому что нам ехать 407 километров по табаке у нас не совсем полная вот поэтому приходится плестись вот с такими черепашьими скоростями но здесь особо на самом деле больше не поесть что очень много ям причем я мочи такие злые испокнуть колесо как бы вообще просто на 1 2 после некоторые ямы достигают по 30 по 40 сантиметров глубины и причем они прямо на всю дорогу с острыми краями нормально что едет и быстро природка немножко поинтереснее стало поменялся ландшафт появились скалы поэтому так поинтереснее немножко ехать влажность повыше стало конечно страна бедная она значительно беднее чем сенегал это чувствуется потому что когда проезжаешь деревне конечно уровень жизни достаточно низкий посмотрим что будет дальше может быть просто отдаленные места но судя потому что в стране нет ни железной дороги нет выхода к морю все грузы везут столько автотранспортом я думаю здесь ситуация и самая лучшая внимание что в мали в глубинке вообще практически нет легковых автомобилей ездят грузовики и это 250 кубовые мотоциклы соответственно уже появились заправки такие с полтора литровыми бутылочками в ряд стоят проблему с деньгами мы так и не решили вот проехали мы уже около 200 километров от гостиницы не встретили ни одного населенного пункта крупного более-менее в основном хижины вот деревушки с хижинами причем половина из них даже без электричества так что в такую глушь мы забрались конкретную связи нет бензина нет денег нет банкоматов нет воду тоже не продают после магазинов тоже нет сейчас там вроде есть какой-то крупный городок сейчас туда завернем примерно каждые два часа останавливаемся чтобы смочить жилетки пополнить гидраторы просто вода уходит здесь просто на 1 2 обращаюсь владельцам гидраторов от бмв гидратор мягко говоря не очень потому что вот эта штуковина у меня уже 2 у 2 течет 1 у меня сломался я купил новый ну и соответственно результат такой же я придумал как делать так чтобы вот эта фигня не текла попили воды вот так она течет капает соответственно если прислоняется будешь мокрый как собака что делается попил поднимаешь вот так вот трубку прям на ходу помахал и все ничего не течет свернули мы с трассы и решили проехать через городок он достаточно крупный потому что до бамака больше не будет городов таких здесь вроде банкомату который мы нашли на картах maps.me соответственно попробуем сейчас снять деньги если получится то хорошо если не получится будем пытаться договориться на заправке чтобы нас заправили за евро либо за доллары потому что бензин то у нас теоретически нам хватит до бамак но едем со скоростью 65 километров в час это уйму время занимает поэтому хотелось бы конечно ускориться и тут первый город более-менее крупный после границ в общем заехали мы в банкомат хотим снять деньги на улице стоит чувак в шлепанцах и с автоматом я его снимать не буду на всякий случай ну нафиг банкомат похоже завис карточка внутри все денег не дает увидел я проезжаю надпись exchange money подошли к этой вывески но человек сказал типа обмена здесь нет надо куда-то идти дальше куда идти как бы дальше непонятно куда-то показал дом здание куда нас отправили нас куда-то опять отправили вот поэтому иду сейчас другом направлении уже вот зашли в такую палатку чтобы менять здесь нам тоже не поменяли сказали идти дальше идем дальше металла ситуацию в индии сейчас на пойдем на на кучу мест а по итогу ничего не поменяем а может и поменяем хотя случай они знают как выглядит доллар просто я показал валюту они кольца да да вот типа туда иди в общем идем в каком какой-то рынок уже попали очень колоритное местечко особенно находиться здесь одному главное запомнить как и все еще что убежать вы не поверите но мне удалось поменять 100 евро это значит что мы живем это значит что жизнь продолжает нас есть бензин еда вода это просто столько радости я после нас испытывал когда в банкомате в Индии мне тоже удалось снять деньги все в общем в общем деньги у нас есть заправляемся бензин нашли заправочку тоталь это самое лучшее что может быть либо шель либо тоталь вот соответственно все как бы нам уже хватит чтобы доехать до бомаха не в таком черепашем темпе вот и хотя бы будем держать скорость 90-100 они 65-70 но на самом деле обмен денег прошел не так гладко после того как я заснял видео поделившись с вами этой новостью я счастливо и беспечно шагал быстрым шагом в сторону своего мотоцикла где меня ждали ребята уже почти на выходе с рынка меня окружили трое местных начали вести себя очень агрессивно оказалось что пока снимал селфи кто-то из торговцев решил что он попал ко мне в кадр по местным поверьям это очень страшное дело значит я украл его душ ну да как было в данном случае попытался они начали хватать за руки что-то кричать и как я понял пытались отнять камеру реально было не по себе наверное единственное что меня спасло в данной ситуации это то что со мной шел местный который мне выделили как проводника по рынку рядачика из торговой лавки он долго что-то выяснял в итоге мне пришлось удалить последнее видео с камерой ситуация была очень щекотливая и сам обмен происходил тоже весьма стрел когда я зашел в лавку торгующий текстилем выход наружу меня загородили два крупных человека я может быть и обменял бы сумму больше чем 100 евро в такой атмосфере есть свой тайник не было ни малейшего желания поэтому достал только дежурный 100 евро ехали по дороге обнаружили термитник представляете остановились подошли интересная штука такая находится он на хлопковом поле интересно в мали сделаны некоторые лежачие полицейские просто взяли камни булыжники вот присыпали их красный пылью своей ну видимо как-то утрамбовали и все лежачий полицейский готов пожалуйста раз был вот два вот такой вот как я понял со временем подсыпают просто вот третий населенный пункт классические внутреннобитные хижины нет электричества и водопровода столица осталось километров 15 но такое ощущение как будто столица вообще здесь и не пахнет вот я надеюсь конечно помог все таки будет такой город то чистый современный пригород у него очень стрёмный вот по дороге я молчу дороге жесть ну гусик нормально вот такая что если ехать на дорожнике на машине нам учиться можно овощной рынок первый раз тут в мали за все 400 километров видим овощи продавали до этого вообще ничего не продавали только яйца можно было жареные купить и все и какие-то арбузы там лежали или дыни поймешь вот такие зеленые конечно чувствуется что мы поддерживаем столицкой все здесь уже все ровные дороги широкие уже магазины дома такие капитальные машины современные уже там реклама ресторанчиков кафешек магазинчиков но судя потому что здесь на вышках стоят военные с автоматами и вот здесь стоят военные с автоматами на изготове причем что-то медь напоминает квету кому-то здесь ситуация такая немножко нестабильная у нас светофор появился давно не было кстати вот эти разокрашенные микроавтобусы mercedes вот это валийская маршрутка набиваются просто как кильки в банке плюс наверх загружает еще и вещей в немеряное количество примерно на пол высоты автобусы этого вот так вот еду очень много на трач встречается ну и так в городе вот так сколько раз два три 4 5 6 7 едем как местные по мото полосе или по тротуару не знаю как это здесь называется там типа пробка мы все обезжаем пересекаем мост а самом деле столица мали называется не бамака бамаку но у меня постоянно проблемы с ударениями так что здесь не исключением на чувствуешь я будет пробка из мотоциклов а вот он с липинг м все мы добрались до бамака вот заселились гости пинцу sleeping camel вот здесь останавливаются все путешественники но не все но очень многие со движется по африке через мали вот здесь стоит кемпер с ирландскими номерами куча наклеечек территория вроде там даже есть смотрю бар какой-то недальня гостиница супер огромный забор трехметровый с колючей проволокой в общем все как я люблю вот такой здесь барчик есть кондиционеры стоят уличные играет музон все топает в цветах бочки с национальным флагом в общем мне здесь очень нравится не знаю как остальным я такие места люблю тем более всех новых постояльцев угощают бокалом разлимного местного пива но ребят сама не согласились решили приехать в более комфортный отель неподалеку но я остался здесь шел бар прихожу у меня на полу вода смотрю течет холодильника думаю блин что дела пошел ресепшн сказал что мне течет холодильник вот мне прислали уборщицу на все убрала все хорошо оказалось что положено куртку на холодильник у меня протек гидратор залива вообще все просто гидратор реально бесимый просто выкину как приеду честно дам ваш не там протекает короче шланг и всего просто масса проблем причем тоже 2 так что бмв точно ну хотя сейчас они уже модернизировали выпустили вторую версию но первая версия точно покупать нельзя сейчас повесил куртку ванну потому что реально просто мокрая с нее просто все капает нереально все мы дорвались до обмена и мы теперь просто меняем 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 меня и не можем остановиться страх остаться без денег велик в общем бамака такая ситуация вот двойной шлюз чтобы выйти из гостиницы вот надо выйти сначала выйти из одной двери из двери закроем потом вторая дверь вот все в общем я снимать больше могу иначе меня просто не выпустят все посидать в общем две двери и доброе утро сегодня выдвигаемся в сторону буркина фасон сейчас заехали на заправку заправились вот невероятно заправки продают табаки для кальяна нашел первый раз такой встреча причем выбор такой там не знаю там видов 10 табаках смотрите какой самокат фасон сейчас заехал а Субтитры сделал DimaTorzok Прикупили бананчиков на ужин, были сегодня питаться Это не магазин Такая связочка через плечо и вперед Мы подъезжаем к погрант-переходу Осталось до него буквально там считанные метры Вот я вот уже вижу КПП въездной Ну, соответственно, все, камеру отключаю, чтобы не было неприятностей, как были у меня на предыдущих границах Естественно, запишу видео уже, как выйдем отсюда Субтитры сделал DimaTorzok